Мы освещали мой приезд в Израиль по экстренной репатриации. У меня уже в голове там зазвонили не колокольчики, а колокола, что мы будем есть, потому что денег нет. И в чем романтика жить в Израиле, здесь все очень дорого. Я утомлена от Эль-Авии, я бы лучше жила в Нарии. Эль-Авина из них уехала не из-за войны, самое интересное. Многие из них уехали только в этом году. В Израиле по профессии очень сложно устроиться репатриантом. Если ты не говоришь на языке, тебя не воспринимают в принципе. Ну, пан, это помогло? Нет. Мы когда жили в Нарии, мы жили как бы не в Израиле. Ждите в статусе не гражданина, это очень-очень дорого. Теперь я израильтянка, теперь я с Израилем, а другом враги. Всем привет. Мы сегодня в Толевиве. Не торопись, сейчас все будет. Вот со всеми поздороваешься, мы сегодня в Толевиве. И у нас в гостях, кто внимательно следит за нашим каналом, не совсем новый человек для нашего канала. Но тем он нам и интересен. Почему? Потому что, ну, не ровно, конечно, год назад. Это больше. Намного больше. Да, намного. Больше года назад мы с Викторией уже встречались. Встречались мы в Нарии. Встречались мы когда не только... Я еще не была гражданкой даже. А, точно. Мы освещали мой приезд в Израиль по экстренной репатриации. Спасибо. Спасибо, Игорь. То есть это два года назад. Да, то есть я тогда не была гражданкой. Мы просто приехали по экстренной репатриации, и вы сняли меня в тот момент, когда я, собственно, ждала решения. Оставят нас в стране, дадут нам гражданство или не дадут нам гражданство. То есть я, в принципе, могу сейчас посидеть себе кофе-ку, повесить микрофон и уйти, да? Да, и можно очень долго рассказывать. Да, и можно очень долго рассказывать. Слушай, ну, это давно, на самом деле, получается. Реально, если давно, знаешь, как не по срокам, а по событиям. Слушай, по событиям, вот эти два года, которые я тут прожила, они как бы, вот как... Ну, я даже вот сейчас не с утрирую, это не какая-то гипербола, они как бы за 10. То есть это вот настолько концентрат, что тут можно вот рассказывать очень много, мягко говоря. Мы этим сейчас и займемся с тобой. Мы немножко напомним, ты правильно все дал, даже мне напомнил. Я-то помнил, что мы с тобой в Нари разговаривали. Ну, вот это то, что у тебя до сих пор не было статуса, и вы ожидали, и так далее. У меня это все вылетело из головы. Но мы напоминаем, что мы встречались еще в Нари. Да, да, да. А сегодня мы сидим в Тель-Авиве. Да. И просто так, не просто потому, что мы из Нари поехали в Тель-Авив, для того, чтобы посидеть здесь и с тобой поговорить. Вот, поэтому давай мы так немножко построим. Я так понимаю, тебе сильно направлять не надо. Ты у тебя как-то структурированный мозг. Ты сама, видишь, все вспомнила. Спасибо. Или ты сидела пересмотрев. Она пересмотрела. Не, я не пересмотрела. Я все помню. Такое не забудешь. Давай тогда мы с тобой поговорим о разных аспектах. Мы уже с тобой примерно поняли, о чем мы будем с тобой разговаривать. Но давай немножко экскурс туда уйдем. Прошло. Да, в прошлое. Ты немножко нам дашь, как вы все-таки получили, не получили. Окей. Немножко про вашу жизнь на Арии затронем. Окей? Вот. Ну и так далее. Так, ну смотри. Во-первых, когда вот мы первый раз снимали, как я уже говорил, у нас не было статуса, у нас не было паспорта, мы не были репатриантами даже. Мы просто вот приехали в страну туристами и уже с документами, конечно же, как потенциальные репатрианты. И это мы в этом статусе ожидания прожили волнительный месяц. Это очень для психики много. Это очень долго. Но сейчас я израильтянка. Теперь я израильтянка, теперь я с Израилем, а кругом враги. Даже музыка заиграть. Как и есть. Нет, ты должна немножко профиль вот так сделать. Ну да, профиль. Свет и тень попала хорошая. Да, и шутки шутками. Ну, мы ждали месяц не ответа, а мы ждали месяц КП, консульской проверки, куда мы понесем все эти документы, которые мы привезли. Ну, нас бы без этих документов начнем с того, что в страну бы не пустили, поэтому, скажем, уже были предпосылки для того, чтобы мы действительно там получили этот паспорт и в глубине души мы, в общем-то, отчасти знали, что мы его получим. Ну и, как выяснилось, да, у нас так-то зря мы нервничали, у нас документы в итоге оказались идеальные. То есть, да, нам сказал консул, что у нас совершенно вот идеальные документы, что там они вот идеальнее просто некуда, потому что она говорит, а достаньте вот эту справку, пожалуйста. А у вас есть вот этот аппальсим? Пожалуйста. А у вас есть вот этот аппальсим? Пожалуйста. Она говорит, слушайте, ну вы прям подготовились. Что же вы ждали? Да, ну, то есть, у вас, ну, вот идеальные документы, потому что люди там забывали справку такую, справку другую, а мы очень отдавали отчет, что, ну, мы не пойдем в Санкт-Петербургские ЗАГСы за справочкой за 200 рублей. Что это будет отдельная история. Даже не запросишь. Да, и даже не запросишь через консульство. Это очень дорого, долго. И вы не забывайте, когда ты не гражданин, ты жилье арендуешь совершенно по другой стоимости. Вообще по другой стоимости. И житель в статусе не гражданина это очень-очень дорого. И поэтому мы взяли... В Израиле и так жить дорого? Да. А если слово очень-очень дорого добавляется в Израиль? Можно еще два часа сидеть и рассказывать, как дорого жить в Израиле. Серьезно, вот я, скажем, встречала людей, которые здесь пребывают почти нелегально. Ну, по какой-то там синей бумажке, по какой-то трудовой визе, которая вчера закончилась, они продолжают здесь жить. И меня каждый раз удивляет. Думаю, а почему вот мне гражданкой здесь жить дорого и сложно? А хотя у меня там достаточно много прав, да? Это бесплатная медицина, это то, пятое, десятое. А ты, ну, ты не можешь завести счет в банке. И если у тебя проверят, то у дадзиут... Чековые книжки у тебя нет, которые нам говорили, что без нее ни хрен вообще что сделаешь, да? Ну, да. И там, например, если я вот на вокзале, у меня два раза спрашивали, то у дадзиут. А, да? Ну, один раз там вот, когда только война началась, там вот... То есть у тебя спросят, то у дадзиут, и, ну, тебя депортируют. И в чем романтика жить в Израиле? Здесь все очень дорого. Они говорят, что вот мы здесь зарабатываем. Ну, что вы здесь зарабатываете? 30 шекелей в час? Ну, как бы, тоже вы здесь так же... Ну, короче, для меня это большая загадка, зачем люди живут нелегально в Израиле. И как? И как они это делают? Потому что для меня это, вот, ну, прям загадка. То, что вам сдадут квартиры, да, здесь найдутся люди, которые вам сдадут... Квартирами это, правда, сложно назвать, ну, вам какое-то вот помещение, условно говоря, вам сдадут. И вам найдут работу на 30 шекелей, на 24, на 7 тоже вам найдут. Но в чем прикол, я так и не поняла, в чем очарование жить нелегально в Израиле. Ну, не об этом речь. В общем, нам дали, естественно, паспорт, и все у нас хорошо, и документы у нас оказались идеальные, и зря мы совершенно волновались. Но мы тогда об этом не знали, и поэтому это было тягостное ожидание, вот этого консульска этой проверки. Вот, а дальше мы начали жить в Израиле. Ну, давай так, мы с тобой сейчас немножко... Вот ты рассказала про, даже затронула про тех людей, которые вообще нелегально зовут. Можно сказать, вы месяц так существовали, но у вас были какие-то свои накопления, вы здесь не пытались заработать деньги, там, и так далее. Ну, или пытались, но как бы другими вопросами. Вопрос такой, что-то для тебя поменялось после того, как ты получила эту заветную бумажку? Ну, давай начнем с того, что поменялось все, да, то есть... Прекрасный ответ. Не, ну, понимаешь, да, ты сидишь в стране в подвешенном состоянии. Если тебе не дают паспорт, ты уезжаешь из страны, да? И, а мы уезжали, ну, как сказать... Мы ничего, конечно, там не продавали, никаких таких резких телодвижений не делали, но, однако, квартиру мы сдали, и какие-то вещи, ну, скажем, мы что-то продали там. Ну, то есть, мы, получается, уезжали не, там, не на год, условно говоря, да? И поэтому, ну, поменялось все. То есть, у нас, как, во-первых, гора в плечи, начнем с этого, что это очень... Ну, когда ты сидишь в этом подвешенном состоянии, понимаешь, как у тебя будет дальше жизнь. В какую сторону тебя будет? Это очень... Все поменялось. Как говорила, мы с собой взяли всего 7 тысяч долларов. Нет, знаешь, знаешь, ну, да, что это, получается... Это звучит, по-моему, очень здорово. 7 тысяч долларов. Ну, если в России кто сказал мне 7 тысяч долларов... Ну, а там в комментах писали 7 тысяч, типа, а где она их взяла, как это в больших и толстких кошельках моя деточка. А так это 25 тысяч шекелей, да? Это всего лишь 25 тысяч шекелей. Зависит на одного человека, поработать где-то, да? Да, не, я помню, там в комментариях писали, что типа, а что ты, кем она работала, что там она привезла с собой 7 тысяч долларов. Ну, это 25 тысяч шекелей. Ну, поэтому мы не будем с тобой, знаешь, вот сейчас обсуждать там, как вы сняли квартиры, там, да, 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 да. Мы очень просто сняли квартиры. Нет, ну, тогда, когда вы про это, потому что это как бы все, все это понятно. Мне, я хочу знать, что вам, чтобы ты сказала. Вот вы сидели, ждали, и так далее. Как после этого, вот, с практической точки зрения и с моральной точки зрения вас встретил Израиль, я имею в виду, вот ты получила документ и пошла в жизнь в Израиль? Да, во-первых, давай начнем с того, что... Мы получили этот документ. Наария, так сказать, мы, когда жили в Наарии, мы жили как бы не в Израиле. Не, мы в Израиле, конечно, там погода, климат, то все, 5-10-е, но мы жили не в Израиле. Мы жили в кругу своих соотечественников, говорили исключительно по-русски, окружение абсолютно русское. И более того, у меня, ну, так, по иронии судьбы, получилось, что ко мне в фитнес-клуб ходила, ну, там, девочка, ну, женщина как бы, да, и я ее встретила в Акзиве. Это очень удивительно, это вот прям, ну, это удивительно очень. Во всем Израиле. Фитнес-клуб, извини, чтобы люди понимали, там... Да, в России там был большой такой фитнес-клуб Олимп, ко мне ходила, ну, там, девочка, мы с ней тренировались персонально, она ходила, тему репатриации мы вообще не затрагивали, там, мы даже не знали, что она там собиралась уже тогда, и мы так, в общем-то, собирались. Мы об этом друг другу не рассказывали, тут мы встретились в Акзиве. Это было изумление, это было вот это, типа, вау, ничего себе. Но это реально такие совпадения бывают очень редко. Я к тому, что... А потом я еще встретил еще трех человек, которые жили на соседней улице в Санкт-Петербурге, ну, там, рядом с улицей Дебенко, там, не с улицы Дебенко, с метро Дебенко, с метро большевиков. Вот я троих таких человек. То есть, мало того, что... В Наре, не в Израиле. Именно в Акзиве даже, даже в Акзиве. То есть, я к чему это все говорю? К тому, что у нас поменялись только декорации. У меня было ощущение, что я дальше продолжаю жить вот в окружении тех же людей, ничего не поменялось. Мы не почувствовали ни менталитета израильского, ни еще чего-то там. Ну, то есть, не было, что, типа, я в Израиле. Нет. Какого-то ощущения? У меня никакого ощущения не было. Было, во-первых, мы пошли в Ульпан государственный с 8.30 до 13.00. Да, это очень муторно. Это как в школу ходить. Ты едешь по жаре, ну, вот я на велосипеде всегда езжу. Ты едешь по жаре туда, ты едешь по жаре обратно, ты сидишь, это все... Ну, Ульпан это... Помогло? Нет. Просто, понимаешь, у нас уже, как бы, у нас уже появляется такая, знаешь, немножко срез. То есть, одно дело, там, знаешь, с одним человеком поговоришь, с другой, с другим. Вот. Скажи просто вам мнение. Это интересно. Нет, я не к тому, что Ульпаны плохие. Не, мне прямо интересно. Полгода запихать язык в голову, ну, это невозможно. В Ульпан ходить надо, обязательно надо, потому что, ну, ты же не можешь просто дальше сидеть. Хотя, вон, в Бат-Яме полгорода так сидит, и они не собираются ни в какую Ульпан. Причем уже лет 25. Да, лет 25, да, то есть, как бы, можно, конечно, можно. Ну, одним словом, в Ульпан надо пойти, я, естественно, не жалею, да, это было тяжело там учиться, но это сделать надо. Вообще, ивритвы учить надо. Нет, ну, имеется в виду, знаешь, мне какой вопрос? Считать, я почему говорю, помогло. Считать, в моем мнении, я вот его говорю, считать, что за полгода ты выучишь иврит, это утопия. Вот это, это абсолютная утопия, ну, это не просто, я веду посыл, иногда чувствуешь, когда приезжаешь, те, что говорят, иди в Ульпан, выучишь язык и будешь... Ну, давай, так по-честному, в клите очень много чего говорят, того, что, того, чего в реальности нету, там очень много чего говорят, очень много вещей. Мы, наверное, попозже к ним вернемся. Ну, я завела эсекпатура, это самозанятый по-русски, да. Ну, вот я работала, даже вот я начала работать, там еще корзину платили, а я уже работала и, в принципе, кстати, вполне себе там зарабатывала. И вообще, мне казалось, что, когда я жила в Акзиме, мне казалось, что я вообще в раю каком-то живу, потому что, ну, вот вы тогда были, это было три минуты от пляжа, пляж очень хороший, Банана Бич, то есть, это вообще вот рядом с морем, прекрасный там вот этот парк, лес, то есть, это вообще шикарно. Все было, ну, пока не началась война, собственно говоря. И на этом все закончилось. Если бы не было войны, да? Да, если бы не было войны, мы, может, так и жили бы в этой. На Арии. Слушай, это уже для меня, то есть, вы до войны дожили бы на Арии? Да, мы дожили до войны, конечно, конечно. И мы, я тебе говорю, мы уехали из-за войны. Ну, опять-таки, к этому вернемся. Что касаемо на Арии еще. Во-первых, это очень, ну, такой, как сказать, очень милый, тихий город, то есть, там достаточно все дружелюбно. Ну, вот мы так немножко поездили потом по городам. Пожили даже в каких-то городах. Мы еще когда ехали на адрес по секстренной репоцириации, там была такая опция, что тебя, ты проходишь на ТИФ, и тебя, так, дают тебе трансфер на адрес, который ты назовешь. И нам еще таксист сказал, что, ну, как бы, окей, годик здесь поживите, это, ну, неплохо, но годик. А потом вам надо будет, наверное, уехать из на Арии. И он, в общем-то, был прав. Почему? Потому что, во-первых, на Арии, она ориентирована исключительно под, не исключительно, но она очень много делает, там очень много делается для репатриантов. И это вот правда. То есть там очень прекрасные кураторы, клита хорошая, кураторы даже вот в Ирии, которые, да, они, ну, Ирия – это мэрия, они лучше, чем клита, то есть там, ну, они вот по максимуму все делают. Ну, понимаешь, это человеческий фактор. У кого-то куратор один, у кого-то другой. Кто-то хочет там делать, кто-то не очень хочет. Есть какие-то просто человеческие там приятия и неприятия, да. Но вот у меня была вот куратор, которая вот я заказывала на Алиэкспресс наушники, они там застряли, и вот она звонила там в течение двух недель, скандалила о моих наушниках. То есть до такой степени участвуют в жизни репатриантов кураторы на Арии. И то есть они там вот, этих репатриантов, вокруг них поют хороводы, они там как добрые феи кружатые вокруг этих Алимов. И люди, кстати, по-моему, это настолько мягкая посадка, что они даже не готовы потом в последующей жизни. Выйти из садика, да? Да, выйти из садика, потому что они живут там, как дети в этом городе. И так, кстати, может не обязательно вот два года, да, так может 10 лет прожить, и все равно по старой памяти, все равно тебе там как-то будут помогать, хотя ты уже Аллаха Даша, там через 10 лет ты не Аллаха Даша. Не знаю, как там, я не жила здесь 10 лет на Арии, но я знаю, что люди там 2-3 года, все равно они как-то обращались к кураторам, да? То есть вот там очень постерилизовано все. И ты там можешь жить так же без языка, если там находишься какую-то нехитрую работу, там можно прожить без знания языка, что не есть хорошо. То есть там очень все так, ну, плюшево, скажем так. Вот, и если бы не война, ну, там как бы можно застрять, залипнуть, потому что там избаловываешься вот этим комфортом хорошего отношения. Потому что в кафе, например, я при этом не была, не присутствовала, но почему-то верю. Когда вот эти репатрианты приходили, там им кидали бумажки, сказали, что там выходите, уходите, там вас нету там, вас нет в списке, вас нет здесь. Ну, коротко, то есть с ними очень... То есть небольшой городок дает свои плюсы в том числе? Не знаю, дает ли плюсы именно, что это небольшой городок, или это просто вот как-то там работа Ирии может. Ну, тут почему небольшой? Потому что когда у тебя 100 человек, это один вопрос, когда у тебя 1100 человек, ты все равно не можешь быть... Кстати, потом, забегая вперед, когда мы окончательно переехали в Арматган, мы сейчас живем, на самом деле, не в Тель-Авиве, а в Арматгане, я тоже пошла к куратору, потому что, ну, я имею на это право, потому что в течение двух лет вот я точно могу посещать куратора. Пошла к куратору, потому что я на это имею право тоже какие-то там что-то спрашивать. Я, конечно, не тешила иллюзии, что там мне будут как наушники с почты, там, звонить их, скандалить на почту, потому что, ну, типа, там, я не знаю, евриты, позвони, пожалуйста, поговори с ними, там. Или, а знаешь, мне хозяйка, там, говорит, что я должна заплатить то-то, позвони ей, там, поговори с ней на иврите. Естественно, в Арматгане, я, ну, то есть у меня не было иллюзии, что я приду к куратору и попрошу такие вещи. Конечно, нет. Ну, я просто попросила обычные вещи, да, а мне, в общем-то, она, ну, она не грубая, я не могу сказать, что они там грубят как-то, нет. Она сказала, вот поймите простую вещь, вы в Арматгане не очень нужны, мы не заинтересованы в репатриантах. Арматган – город вполне себе самодостаточный, сюда люди приезжают жить, потому что это перспективный город, потому что это город, где есть работа, где есть все. И поэтому люди хотят здесь жить, и вот как бы вас вот заманивать, опекать, обслуживать, вас никто не будет. У меня таких, как ты, она говорит, где-то там, ну, то есть, короче говоря, на весь город у них всего там 3-4 куратора. В Наарии же там, ну, их гораздо больше. Да, потому что в 12 точно. Да, то есть, там целый отдел сеет, а здесь всего сеет 3 человека на весь город. А город большой, Арматган, то есть, это не маленький, он, по-моему, даже больше, чем на Наарии. Вот, она, конечно, ответила на все мои вопросы. Она мне, я говорю, она не хамила, она там вот никак в хайфе, то есть, вот каких-то таких не было, но она дала понять, что она, ну, не собирается заниматься какими-то уж прям совсем личными вопросами. То есть, у меня не просили в Наарии Теуду, когда там, ну, вот я пыталась договориться о работе, это последнее, что у меня просили. Сказали, есть Тесок, ну, есть, хорошо, замечательно, давай там потом приходим, мы там расписание подладим, ну, чтобы я фрилансером работала, проводила тренировки. А здесь у меня спросили, а у тебя есть Туда? Я говорю, нет. А он говорит, ну, все, какие вопросы, зачем ты пришла? И это был первый шок. То есть, мне сказали, что вот так, я прихожу вот к этому тоже куратору, говорю, вы знаете, а у меня диплом уже переводится почти два года. Ну, там, на тот момент, когда я к ней пришла, это был год, там, три месяца. А по идее, обещали в течение полугода все это подать мне степень, да, согласно моему образованию. Я говорю, а как же мне вот здесь работать? Я даже не могу пойти на биржу труда, мне будут предлагать какие-то неквалифицированный труд. Он говорит, а что ты хотела? Ну, типа того, что здесь все начинают снизу вверх. Ну, мне так сказала куратор в городе Рамадгане, не от того, что она там какая-то плохая, но вот она сказала то, что она сказала. И говорит, что бы ты хотела? Я говорю, я хотела бы работать по профессии. И не хотела бы, а хочу работать по профессии. И, в общем-то, наверное, буду работать по профессии. И вообще вот, скажем так, на таких работах, что бы там ни говорили, что вот это сверху, вниз, снизу вверх, что надо сначала выучить иврит, потом там хотеть хорошую работу и все такое, на это не надо, наверное, вестись, потому что если вы пойдете работать метапеллитом, не знаю, горничной, ну вот каким-то таким неквалифицированный труд, вы к профессии никогда больше не вернетесь, никогда. И что бы вам там не говорили, что бы не уверяли, что вот поработай годик, выучи там иврит, а потом ты будешь по профессии, ты не будешь. И поэтому вот эти работы, это, скажем, последнее, куда надо идти. А во-вторых, в этом иврит никто еще там не выучил. Вот это правда. Да, потому что там, в общем-то, работают исключительно только алимы, либо вот как раз те люди, которые пребывают в стране, либо по трудовой визе, либо и вовсе нелегально, то есть там никто на иврите не говорит. Ивриты язычные на таких работах не работают. И ты там ничего не выучишь. Вот у меня есть знакомый. Поскольку, ну вот когда, как сказать, вот ты живешь, ты получаешь корзину, а потом еще там можно получать пособие по прожиточному минимуму, и ты-то вроде так избаловываешься, а потом бах, оно кончается, и ты как бы, а что дальше? Дальше надо снимать квартиру, на что-то жить как-то, да? И он пошел. За полгода ты не оформишь, кстати, документы. Это тоже еще одна такая иллюзия, что вот полгода, за полгода вы там все дипломы все сделаете, и пойдете по праве. Нет, так не будет. Ты за полгода не выучишь язык, ты не оформишь все свои документы. Этого не будет. А финансовые трудности, они будут. Они появятся ровно через год. Окей, там, корзина плюс это пособие, через год они у вас появятся. Если у вас там нет удаленного дохода или какого-то денежного буфера. И вот мой знакомый, он пошел работать горничным. В общем, мы когда уехали из Нари, по причине войны, потому что все те, кого я тренировала, они на третий день войны покинули Израиль. Все, то есть они уехали. Война, в общем-то, произвольно на них очень большое впечатление. Можешь для интереса просто, сколько это примерно человек? Ну, именно вот твоих не в плане сколько не в плане? Я поняла тебя, слушай, но... Не в плане, что мы сейчас какую-то цифру супер услышим? Ну, просто сейчас, сейчас. Слушай, ну, это где-то, ну, моих знакомых, ну, очень условно говоря, семьи, пять-шесть. Даже больше, ну, где-то семь, да? Вот. Ну, это, скажем, это в основном были отчасти некоторые моими клиентами. То есть я утратила всех клиентов. Почему мы, как мы оказались в Тель-Авиве? На самом деле, это мы эту квартиру не снимали. Это была квартира наших друзей. Они здесь вообще пребывали по визе. Они работали там в Гугле. И у нас не было Мамада, ну, то есть комнаты безопасности. И поэтому мы так очень много им рассказывали о том, как нам плохо, когда бомбят, что стекла звенят. А пока ты дойдешь до цокольного этажа, можно и не ходить, собственно говоря. Потому что, ну, это пять километров от Ливана. И, ну, смысл ходить. Вот. И они говорят, так, ребята, мы уезжаем, приезжайте к нам в квартиру. Она все равно оплаченная. А это, собственно, северный Тель-Авив. И мы, конечно, воспользовались этим предложением. И приехали туда. Когда было? Это было в октябре. Да. Это было в октябре. То есть из Нарии вы уехали, можно сказать? В число 20 октября. И то не от войны, не потому что там страшно, а потому что просто... Хотелось кушать, а денег нет. И у меня там появилось пару клиентов в Тель-Авиве. Ну, у меня инстаграм достаточно большой. И там мне там люди писали, а когда вы будете в Тель-Авиве. Ну, я потом написала, вот я в Тель-Авиве. Ну, и худо-бедно мы начали тренировать. Я начала тренировать. Но этих денег стало не хватать. И у меня уже в голове там зазвонили не колокольчики, а колокола, что мы будем есть, потому что денег нет. И у нас, как назло, у нас есть там некий удаленный доход. И он, как назло, закончился. Он тоже закончился. Вот так, драматическое стечение обстоятельств. Жидание приходит одна. Я понимаю, что мы остаемся без денег. А это вот страшнее, чем обстрелы. Я сейчас не шучу. Ну, вот представь, тебе нечего есть, тебе нечем платить за квартиру. И у тебя, ты не понимаешь, кем ты будешь работать. Это был вот... Ну, вы уже в Тель-Авиве. Да, ну, мы... Мы еще на той квартире, на квартире... Ну, да, у нас, получается, контракт еще длился в Акзиве. Но мы были в Наре. Ну, я говорю, эта квартира была оплачена. Ну, мы, да, платили. То есть, мы не стали... Мы не стали контракт разрывать. За квартиру в Акзиве вы продолжали платить? Да. Ну, потому что мы не стали разрывать контракт. Это дороже выйдет. А за эту квартиру мы платили только коммуналку. Все как бы. Мы... Там проблемы не было, на самом деле. И плюс я приезжала в Акзив, у меня все равно оставались какие-то люди. Я приезжала на тренировки, оставалась там ночевать. То есть, как бы, ничего такого там. Ну, я понимаю, что постепенно-постепенно подкрадывается безденежье. А дальше, вот, собственно говоря, возвращаясь к моему знакомому, приезжала, очень сильно приезжала, реально в феврале. То есть, вот, тех денег, которые я зарабатывала, ездим на Арию, там, найдя себе пару клиентов, этого катастрофически не хватало. Этого хватало только на оплату счетов. И все. На еду не оставалось. И нам знакомый, он работал в горничном, в гостинице, он просто нам носил еду. Он просто физически, там, на кухне очень много, в общей пите всегда бывает. И он просто носил нам эту еду, которую мы ели. То есть, вот до такой степени. Это за столиник? Да. В этом месте мы можем спросить, о чем мы не поехали обратно. Ну, обычно спрашивают, о чем мы не поехали обратно. Мало того, что... Ну, мало того, что... Мы все понимаем. Мало того, что война... А зачем вам? Да. Мало того, что война, мало того, что вам нечего физически есть. Ну, как бы, а зачем вы там сидите? Вернитесь там, ну, как бы... Как, знаете, любят сопровождать это все, где родился, там пригодился. Ну, да. Мало того, что мы знаем. Там, Америка, Канада, там, ну, всякие вот эти фантазии. У нас не было ни денег, ни психических сил. Потому что нам очень тяжело дался переезд в Израиль. И с моральной точки зрения, с физической, с материальной. И на второй такой переезд у нас никуда, ни обратно, ни еще куда-то. У нас просто не было никаких ресурсов. Ни физических, ни материальных. Это даже не рассматривалось по определению. Ну, и, во-вторых, мы в Израиль все-таки приезжали не пересидеть чего-то там, а мы приезжали все-таки жить. То есть у нас не было изначально мысли о том, что мы приедем, пересидим, а потом, может быть, чего-нибудь. Ну, как-то так. Окей, это теоретическая база подведена. А теперь давай практическую. А практическую вот такая. Вот он носит еду. Диплом не переведен. Теуда нет. На работу никто не берет. И не собирается. Я, ну, как бы, захотела... Мне там позвонил промоутер по боксу, да, то есть, который бои делает. Он позвонил, что как там, никак. Я говорю, ну, вот... Он говорит, ну, давай, вот, поготовься. Я пошла... А, я говорю, у меня денег нет за залы платить. Он говорит, ну, я договорюсь. Ездить на Дизингов, ну, это улица в Травеве, там, зал, ты можешь туда ходить и тренироваться. Я туда пошла, я там тренировалась. Естественно, я ни к чему не подготовилась, потому что жрать нечего, ты не в том состоянии. И вообще мне через, там, полтора года, 50 лет будет. И, ну, как бы, такой вот, так себе идея была. Но зато я познакомилась, вот, собственно говоря, с тренерами по боксу, да, там, с федерацией и так далее. Вот. И, собственно говоря, впоследствии это привело к тому, что меня взяли на работу в Тель-Авивский клуб. Это вот там здесь рядом, в Тель-Авив, Яфа. То есть я таким образом устроилась на работу. Потому что человек, к которому я ходила, он увидел во мне специалиста. Я ему показала там дипломы все свои, то есть у 50-е, и вот меня взяли в этот клуб. Я к чему это говорю? К тому, что в Израиле по профессии очень сложно устроиться репатриантов. Во-первых, профессия, давайте вот начнем с того, что профессия, это не то, что ты там вчера себе придумала, вот ты такая нарисовала котика, подружке понравилось, и ты такая, я художник, у меня профессия. Нет. Друзья, профессия, это ты сначала учишься, получаешь академическое образование, а потом ты в этой профессии еще лет 20. Это вот тогда твоя профессия, а не вот то, что ты там вчера себе придумала, что я художник, что я не знаю, кто еще там, косметолог, физажист, массажист, я не знаю, кто еще. Вот. Так вот, таким образом, ну, у меня реально профессия, у меня очень хорошее резюме, и вот только из-за, скажем, того, что вот этот человек оценил меня как специалиста, меня взяли на работу. А так, репатриантов, ну, очень, очень мало шансов устроиться на работу по профессии, во-вторых, я еще и иврит, это не знаю, толк. Это, кстати, русскоговорящий был, кто-то, да-да, это русскоговорящий, это русскоговорящий. Вот смотри, знаешь, я тебя немножко сейчас тогда задам такой вопрос. С одной стороны, мы говорим о том, что, у тебя 2, 2 посыла, которые я услышал. Первое, это что не сдавайтесь, да, не надо идти на работы, которые, соответственно, в этом. Вот. Второй посыл, что тяжело устроиться, но давай, вот я как человек со стороны, который тебя слушает, получается, ты устроилась, то есть, у тебя здесь 2 посылок, которые, получается, ты не сдалась, во-первых, да, когда жрать даже нечего, ну, было, да, в какой-то момент. Нет, я пошла, между прочим, тоже горничная, я отработала целых 4 смены, даже, пом, три, вот там, это хорошая, кстати, оплата была, 40 шекелей в час, притом на моих условиях, то есть, я работала всего 2-3 дня в неделю, я работала, плюс там глаза закрывали на то, что ты можешь вынести там полкухни, ну, не полкухни, но ты можешь эту еду брать, потому что... Я так понимаю, этот отель, за это время, от вас и от вашего товарища, пострадал? Ну, слушайте, моляю, нет, конечно, это еда выбрасывается, я понимаю, там поэтому... Ну, так, знаешь, он выносил полкухни, ты полкухни, да, и вы явно были не единичными, вот поэтому в Израиле столько стоит отелей, блин, остановиться на ночь, я тебе даже, вот знаешь, не буду рассказывать про отели изнутри, я не буду, а тоже интересно. Ну, я в отель не поеду, нет, нет, я знаю, смотри, результат, результат, да, ты сходила, я работала, три смены, 40 шекелей в час, это хорошее, там оплачивают шабатни, там оплачивают всю переработку, по-честному, все здорово, ты можешь, как я уже сказала, тазами эту еду выносить, все здорово, но ты не учишь там еврит, а во-вторых, ну, так получилось в моей жизни, мне сложно в тот момент было снять корону с головы, сложно, не знаю, плохо, это хорошо, ну, ты как бы убиралась, но, потому что ты так решила, я правильно понимаю? Не потому что я так решила, нам дать было нечего, в душе, я понимала, что нам ждать нечего, и я понимаю, что вот, ну, вот, еще вот я проведу побольше там времени, и, в общем-то, засосет, да, нарни тебе поглотит, поглотит, я, может, там, слова даже русские забуду, например, вот, и я не захотела там, и плюс, ну, я банально заболела, заболела, потому что я и тренировки проводила, и работала, и вставала там 5 утра, и плюс, да, вероятно, когда ты, вероятно, да, потому что я заболела очень сильно, притом заболела, и я через три смены сказала, что, наверное, эпизод я закрываю, как бы все, притом я закрывала эпизод, ну, абсолютно никуда, у меня не было работы, у меня было вот эти там несколько человек, клиентов, и, собственно, все, а еще вот к слову, как вернуться в профессию, вот ты, допустим, работаешь, да, ну, вот не побрезговала бы я, сняла бы корону, осталась, ты начинаешь уходить с профессии, во-первых, ты перестаешь вести блог, потому что у тебя никакого креатива нет в голове, потому что у тебя там сплошная вата, ты устала, ты за 8 часов, и я не могу, там нельзя было сесть, посидеть, не потому что тебя гоняли, а потому что тебе говорили, ты же, там, гости, гости, такой номер освободился, по этим этажам, у тебя креатива нет, ты как бы, голова занята? да, у тебя голова не занята, а она у тебя просто ватная, и ты просто физически устал. Второй момент, да все, ты как бы устаешь, у тебя не на то чего, да и в риту, у тебя тоже времени нету, потому что ты физически уставший, ну, я не говорю, я заболела даже от этого всего, и все, ты так будешь год работать, два работать, три работать, а потом ты обернешься, а ты, в общем-то, и забыл эту свою профессию, а диплом все не переведен, от Иуды все нету, ничего у тебя нету, а так вроде 40 шекелей, и можно кастрюлю еды из кухни вынести, и вроде как бы, а так раз, и тебе потом, хотел сказать, тебе 40 лет, а мне уже скоро 50. а потом на следующий год 44 шекеля там. да, а на следующий год реально, там может и 44, а то и 50, ну, в общем, это все засасывает, и я поняла, что, ну, вот нет, куда ушла, никуда ушла, проблемы никуда не решились, ну, в каком-то моменте отчаяния, я подумала, это сейчас тоже так прозвучит, что Бог же дает, и птицам, и зверям, что, неужели он мне не даст, ну, как бы, ну, и слушай, вот так потом мне предложили, разные мысли в голове, сейчас отчаяние, разные мысли в голове, абсолютно разные мысли в голове, и вот так, а потом как-то оно все разлирулилось, я не могу сказать, что у меня сейчас все вот, прямо на высоте, и прекрасно, там целая гора каких-то, вверх, я не знаю, еврит, мне его надо аврально сейчас учить, потому что, опять-таки, я преподаю, ну, то есть, я веду, вот, боксы, группы, там евроязычные, ну, я как стихотворение выучила, все вот эти команды, они типовые, когда они задают мне вопросы, я понимаю интуитивно, потому что мне 20, там, лет, задают одни и те же вопросы, я вот по интонации, по, вот, ну, вот он показывает жесты, я понимаю, что он спрашивает, в чем у него там проблема, и поэтому, ну, как бы, этого пока хватает, то, что вот я выучила, ну, у меня так прибавляется какой-то словарный запас, сказать, что у меня там ушли из жизни все проблемы, я такая поймала жар птицу за хвост, и все, как бы, да, нет, не все. Ну, тепло уже почувствуем? Ну, с переменным успехом, ну, я говорю, вот то, что вот было в начале, когда ты физически понимаешь, что у тебя заканчиваются деньги. Скажи мне, ладно, скажи мне, знаешь, сколько прошло с момента, того момента, как ты уходишь с работы горничной, и устраиваешься на свою работу, который ты учишься? Слушай, наверное, прошло, помню, неделю. Какая-то странная. Это очень интересно. Неделя. Мне было, я хотел сказать, но я хотел тебя послушать. Неделя. Неделя. Я еще ехала, не-не-не-не, ты что? Я ехала в Ракевити, ну, в электричке, и мне написал чувак, я еще хотела, как бы, заблочить, думаю, что какой-то, какой-то подонок, какой-то пишет. Наверняка сейчас пришлет что-нибудь непристойное. Вот, а потом, заглядывая на его страницу, а у него бизнес-аккаунт, я понимаю, что это вот история с того клуба. мне вот, скажем, тот человек, которому я ходил на Зимов, он сказал, что, как бы, говорит, вот, скорее всего, там клуб, там появилась вакансия, вот я дам твой телефон вот этому человеку, он тебе позвонит. И с того момента прошло три месяца, я даже забыла. И тут он написал. Это по поводу быстроты вообще все. Да. И это было, ну, через неделю, да, через неделю. Вообще, вот эти работы, такие, да, они у меня и в России тоже были, ну, у меня там разные периоды в жизни были, да, там я взяла ипотеку, мне надо было ее расклебывать, я уволилась со старой работы, там пришла в фитнес, и все такое. И тоже я работала на таких работах. И самое смешное, как только ты уходишь с этой поганой работы, у тебя сразу все налаживается. И при том, ты уходишь никуда. И оно так вот, раз, как это работает, я не знаю, но вот есть такое, да, через неделю у меня вот как-то все более-менее, скажем так, разрулилось. Я так понял, тоуды-то не до сих пор. Слушай, ну вот сейчас мне наконец подтвердили диплом. Нет, я сегодня звонила в Министерство образования, целую уже хотела скандалить, уже так, приготовилась. А она мне сказала, говорит, так у вас все уже подтверждено, вы можете зайти и скачать. То есть, я вот в ближайшее время, собственно, этим и займусь. А, как меня взяли, ты уже на работу, там же упирается в страховку. И очень просто, почему-то... Страховка, ну ты немножко расскажи. А, смотрите, там основная, скажем так, дилемма была, почему не хотели брать на работу, потому что тыуды нету, а что дает тыуда? Она дает возможность тебя застраховать. Что значит застраховать? Вот ты ведешь группу, у тебя Господь сохранит, кто-то сломал носик, кто-то подвернул ногу и тебя затаскают по судам. А так ты оформляешь страховку на третье лицо и за это платит страховая компания, к тебе вообще никаких вопросов нет. А без ТОУД нереал? Нереал, вообще нет. Это лицензионная профессия, это нет. Вот, и все, вот это была дилемма. Почему-то мне не сказали об этом в Клетень, не знаю почему, это вроде не больно сказать такие вещи. Я уже не знаю просто. А как можно не знать, это твоя работа? Ну, ладно. Вы подошли, странный вопрос. ну, как бы, суть в том, что мне отскала вся соседка там, да, она говорит, а что ты маешься, иди к нотариусу, возьми свой русский диплом, он тебе переведет, нотариально заверит, и это будет твоя труда, какая проблема твоя. Это и есть твоя труда, все. Я так и сделала, и вот реально с этим можно страховаться. Почему мне до этого никто не сказал, я маялась столько долго времени. Лайфхак для спортсменов. Да, вот лайфхак, и не только для спортсменов. Ну, на врачей-то, конечно, так не работает, но, вот как-то так. То есть, те лицензионные какие-то дальше истории не надо проходить? Не надо, потому что я в любом случае хочу выставлять там на соревнования, и мне все-таки нужна эта лицензия. Это на золот уровне зависит. и не от уровня, не квалификация. Расскажи мне, извините, я перебиваю, расскажи мне, допустим, вот ты получила утвержденный диплом, это вот что тебе дает, или дальше ты прошла какую-то лицензированную, что тебе дает? Условно говоря, взять детскую группу, готовить их на соревнования, оформить себя как тренерскую единицу, с этим я не могу. Работать могу, застраховаться могу. Работать в фитнес-клубе? Да. Ну почему я работаю в боксерском клубе, тренером вполне себе, но вот оформить себя как тренерскую единицу в федерации я не могу. То есть, то, что связано уже с какой-то сферацией? У меня она как бы есть лицензия, да, мой диплом, он здесь котируется, он работает, все здорово, но у меня нет израильской лицензии, поэтому вот я как бы в таком, как это работает до конца, я не знаю, мне соседка сказала, я пошла перевела. Вот я буду сейчас озадачиваться вот этими своими уже документами, чтобы вот реально у меня были эти документы. Хотя они и так у меня есть, но мне надо, чтобы у меня полностью была степень, чтобы у меня все вот это было. Кстати, насчет работы, вот половина тех, с кем я приехала в Израиль, по экстренной патриации, вот это как раз в октябре того года, не того, а позапрошлого года, они все уехали, половина из них уехала не из-за войны. Самое это интересное. Многие из них уехали только в этом году. Уехали они по причине того, что у них просто не получилось. То есть не каждый готов в 45, там 50, даже 35 лет с высшим образованием идти мыть полы. И не потому, что они там дело не в короне, а потому что, ну, жизнь, она у нас одна, она маленькая, она скоротечна. Мы, по-моему, уже все это поняли, насколько она скоротечна. Вот. И, ну, ты как бы же не для этого родился, правда же? Вот. Скажи, а какого, вот твое мнение мне просто интересно, учитывая, особенно в ключе того, что мы с тобой разговариваем, вот мыть полы, они не готовы, или бороться не готовы? Это же тоже тяжело, согласись. Слушай, во-первых, давай начнем с того, что люди переезд в Израиль, вообще репатриацию, воспринимали чрезмерно романтично. Вот даже когда мы учились в Альпане, я разговаривала там с некоторыми, им достаточно много лет, и им казалось, что у них здесь как-то получится само собой. Меня еще тоже тогда это очень удивляло, ну, типа, а как, что типа Израиль там что-то даст, он ничего не даст вам, как, собственно, и любая другая страна. Ну, то есть, и у них было очень много какого-то, они очень сильно романтизировали, то есть, у них было разочарование в Израиле. У меня очарования в Израиле не было, ну, когда... А у них было разочарование, потому что они были очарованы, у меня ни очарования, ни разочарования не было, вот я очень четко понимала, куда я еду перед тем, как ехать. Мы ознакомились с тем, куда мы едем, мы имели представление. Вот, некоторые вещи, кстати, на удивление оказались лучше, а какие-то нет. Мне рисовали картина, что здесь вообще никак не работает, как там, ну, элементарно приложение, там, да, что транспорт, здесь некоторые вещи, например, вот железнодорожный транспорт, ракеви-то, да, они идеальные. Здесь есть приложение, ты смотришь электричку свою, она точно там написана, на какой перрон приезжает, то есть, здесь все круто. Мувит, сами поезда, да, мувит круто, ты онлайн оплачиваешь, поезда шикарные, то есть, здесь все вот в этом плане, потом макабе, как ни странно, я не, слава богу, не болею, ну, например, ты можешь даже не ходить к врачу, а просто сказать, а мне нужен вот этот рецепт, ну, правда, едино же, чтобы вылезать, ты приходишь физически, а потом дальше ты просто звонишь, ты даже можешь так же больничный, ты у тебя будет, вот, например, вот семейный врач, которому ты сходил там два раза, и ты можешь просто позвонить, сказать, я заболел, он тебя даст больничный. Ну, даже в приложении можно написать, допустим, у нас ребенок в школу не ходил, мы в приложении написали, нам прислали больничный тоже. то есть, здесь вот в некоторые вещи, они гораздо удобнее, вот, а есть вещи, которые, неудобные, неудобные, а очень изумили меня. Вот, допустим, очень многие говорят о стране исхода, разные какие-то вещи, которые там им не нравились, от которых они, в общем-то, наверное, уехали, да, их там, ну, там много, о чем можно говорить и рассказывать, и это будет все правда, и да, но я, как бы, наверное, не могу себе позволить говорить, к примеру, о стране исхода, какие-то вот эти вещи, которые там, они и есть, это как бы, да, но я не вижу смысла их озвучивать, допустим, живя в другой стране. Это неприлично, потому что в стране исхода я получила образование, я научилась всему тому, что я умею, и, ну, наверное, это, ну, неприлично, нельзя говорить, какие-то некрасивые вещи о том месте, в котором ты родился, которое, как я уже сказала, дало тебе образование и так далее, и тому подобное. Также и здесь, в Израиле очень-очень много, вот есть люди, которые говорят, что Израиль, там, райская какая-то страна, нет, это не райская страна, но перечислять как-то недостатки Израиля, они здесь есть, вот здесь можно Израилем очароваться, можно разочароваться, ну, я не вижу, скажем, скажем, это тоже неприлично, живя в стране, говорить какие-то вот эти нехорошие вещи, пусть даже имеющие место быть, говорить вот о них, вот на весь этот мир, что вот у нас вот так, а еще вот так, а еще вот так, я не вижу для себя возможным, не считаю возможным говорить вот эти какие-то вещи, и поэтому это будет для зрителей, которые здесь не живут, вот таким секретом, что меня удивило, сказать, что разочаровала, нет, не разочаровала, но я говорю, мы знали, что мы едем на Ближний Восток, и я... Давай не обидную какую-нибудь, есть какая-нибудь, просто интересно, мне уже самому сталкивать, секреты для зрителей, собираешься сохранять, во-первых, я говорю, то, что сюда люди едут, с ощущением того, что вот их здесь прям ждут, ну так позиционируешь, вот мы вас ждем, там все, никто вас нигде не ждет, вот реально не ждет, и очень многие от этого как-то фрустрируются, что их, вот он говорит, я же специалист, а ты здесь не специалист, ты здесь no name, ты здесь никто по-русски говоря, и... Обычный человек, который не знает языка. Да, который еще и плюс не знает языка, с которым еще и неудобно общаться, и он в принципе-то не нужен, здесь все свое устоявшееся, а как бы ты вот приходишь и... Нет, я с тобой согласен, я вот, ты первый, кого я перебиваю, но мне тоже хочется поучаствовать в твоем разговоре, по поводу языка, например, тоже вот было сначала обысля, а потом я поставился на место, там, хозяина фирмы и так далее, да, вот по факту, ну, живем, предлагаем, предполагаем, что мы там живем в постсоветском пространстве, приходит человек и говорит, что он хочет устроиться, но он говорит только на французском, и приходит такой же, который разговаривает на русском, и говорит, что тоже хочет устроиться, вот, и ты сидишь и думаешь, а нахрена тебе брать человек, который разговаривает только на французском, даже если ты знаешь французский? А далеко даже ходить не надо, не надо вот такие витиеватые примеры о французах, все мы вот жили в стране исходе, да, и туда же тоже приезжали какие-то трудовые мигранты, которые очень плохо говорили по-русски, ну, вот, что вы к ним испытывали? Нет, ну, я тебе даже говорю, мы берем чуть-чуть, почему я взял... Вы даже не считали, там даже помните же все эти истории, да, что если сидит такой господсохрани врач, и пациентка могла выйти и сказать, вы что, обалдели? Я к врачу пришла, а что тут сидит такое в кабинете? И называют вот эту фамилию, да, вот здесь, конечно, это не так, но, вот это так работает, если ты не говоришь на языке, тебя не воспринимают в принципе. Вот и все. И плюс, когда люди приезжают, неважно, в любую страну, во-первых, во-первых, нет идеальных стран. Это тоже такая иллюзия, что вот в Америке так, а вот в Норвегии, наверное, так, а вот еще вот там так. Да там так же, как и везде. Точно так же там живут люди. Они разные, они всякие. Люди, они везде одинаковые. И говорить, что там люди лучше, нет, не лучше люди, я говорю, везде одинаково. Раз. Во-вторых, вы не говорите на языке этой страны, вы там не нужны априори. В принципе, уже идете, как бы, не вторым сортом, но вы неудобны, вы не нужны с вами возиться. Третий момент. А вспомните у себя, вот в отчизне, в стране исхода, вы же тоже проделывали тернистый путь. Вы учились, вы росли по карьере, и даже на родном языке, это же было непросто. Вы же не просто так вот занимали какие-то должности, занимали какие-то там позиции, выходили на какой-то доход. А что же у вас так вот раз по факту рождения, к вам не приходило. Вам приходила по факту рождения, может, только квартира. Это единственное. А еще вот, вот то, что поразило, вот давайте так вот, из демократичного. Здесь очень, ну, надо не искать здесь не Израиль, а просто люди, вот очень многие, здесь еще много всяких, слышишь разговоров вокруг всегда, да, что типа, ой, я год в Израиле, я уже там бизнес открыла, там это, 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 ты думаешь, нафига себе, а я вот какая-то какумственно отстала. Я с кухни ворую. А потом ты понимаешь, что у нее здесь семья жила всю ее жизнь и как бы она сюда приезжала там, ну, или он, она, это не имеет значения, она приезжала сюда к себе домой, там жила по три месяца, прошла всякие эти таглит, масса, а потом такая, да я здесь всего год, ты не год, ты год здесь живешь, вот живешь безвыездно, а так ты здесь не год, и твоя семья, твоя живет, и у вас тут есть знакомые, прочее и прочее. То, что ты сказала по поводу бизнеса, это вот один момент, и предположила по поводу того, что она уже давно здесь, у нее уже давно, а второй момент, это же как в анекдоте, да, смотрите, говорит, я приехал год назад в Израиле, у меня сеть своих кофейн, да, у меня, значит, своя квартира и так далее, вот что, чего можно добиться, если правильно. Да, да, это так и есть, это я слышу, это вот на каждом шагу. Мы же тоже можем с тобой сейчас сесть и перезаписать, что ты не на кухне воровала, а давно уже свой фитнес-клуб открыла. И там еще анекдот такой есть, говорит, а вот мне там сосед рассказывал, что он там чего-то с женой, а он говорит, вы тоже говорите. Вы тоже говорите, да. Вот это реально так работает, этих историй очень много, я сначала велась на них, а потом как бы, ну нет, это так, это не так. Слушай, знаешь, скажи, мы с тобой немножко обсуждали этот вопрос, что мы его будем затрагивать, расскажи разницу в жизни в небольшом городе и в большом городе, вот чисто с своей точки. Во-первых, начнем, да, во-первых, начнем с того, что, как я уже сказала, Наария – это Израиль, но не Израиль. Там я себя не понимала, вот был первый шок, потому что я реально в Израиле, и я почувствовала, ну не то чтобы менталитет, но что это немножко другие люди, в отличие от нас, и то, что, как сказать, не то, что в Наарии, как Тель-Авив, и, скажем, ну отчасти Рамадган, особенно вот северный Тель-Авив, да, это дорогой район, он немножко снобистский, но это мое мнение, может, кто-то скажет, нет, тебе показалось, это не так, совсем по-другому, он немножко снобистский, и здесь более, как сказать, нельзя сказать, что это негатив какой, что ты не говоришь на иврите, и от тебя отвернуться, нет, никто от тебя не отвернулся, там поможет, если что, там, то все, но это уже не как в Наарии, не было уже такого, ой, там, Аллаха Даша, там, та-та-та, а здесь, это не производит впечатление, что ты Аллаха Даша. Есть, есть. Да, ну ты не говоришь на иврите, все, и с тобой, как бы, очень долго не хотят разговаривать, если в Наарии из тебя еще могут попытаться вытягивать какое-то чего-то, то здесь как бы от тебя отворачиваются, а не говоришь, ну ладно, пока, вот, и, то есть, вот, это разница колоссальная между Наарией и между Тель-Авивом. То есть люди? Именно, да, люди, здесь немножко и больше снобизма, ну, нас спрашивали, а вы, типа, где жили? А мы такие, в Наарии. А что там делали? Ты же, ну, в Наарии, а что там делали? Зачем вы там жили? Да, они так и спрашивали, зачем, а почему, что? Я говорю, вообще Наария хорошая, да, что-то случилось, а я говорю, ну, Наария, это хороший город, они говорят, слушай, ну, вот, хотя реально, вот, я по Наарии скучаю, как ни странно, там можно тоже, там есть минусы в этом городе, например, потому что там нет катастрофической никакой работы, и не знаю, будет ли она там вообще, в принципе, когда-то, да, ну, то есть, это специфический маленький город, и там есть свои недостатки, о которых я тоже, наверное, не буду говорить, потому что, ну, во-первых, там нам очень помогали, а во-вторых, мне он как-то в душу запал, да, в душу запал, и вот я очень, как бы, испытываю какие-то сентиментальные чувства к этому городу, очень по нему скучаю, и, допустим, если отдыхать, то вот, отдыхать в смысле, если я не выезжаю из страны, то я, наверное, поеду там в Наари, валяться на пляже, да, закрыты, закрыты пляжи, да, к сожалению, вот тут пляж, банана-бич, он закрыт, почему он на пляж, там, да, ну, перестань, это я ходила, там, Соколов, не ты можешь, но нету не спасателей, к нам приходят каждый раз, смски, пожалуйста, не ходите на пляж, поэтому, ну, я как-то ходил, ну, как бы на риски и пляжи, нам не особо заходили никогда, но вот банана-бич, классно, не, ну, классный, но его не скоро откроют, к очень большому сожалению, когда все это закончится, может, тогда его, конечно, откроют. Ванана-бич, мы, кстати, первый раз почувствовали, что мы в курортной стране, где есть море, и ты как-то вот ощутила. Да, я ощутила, я там прям жила, это было самое классное время, и вообще, я говорю, это был год насыщенный, сложный, но он был очень хороший, когда мы жили именно в Акзиве. Вообще, от Тель-Авива, Тель-Авива можно утомиться, он шумный, он грязный, сейчас очень много идет капремонтов, ну, мы их видели, вот там вот уже посмотришь, уже там кран, тут кран, тут раскопано, тут закопано, все это пылище. Метро? Метро, знаешь, это наименьшее, пробки, кошмарные пробки, даже вот я езжу на электровелике, я умудряюсь стоять в них, потому что ты на тротуар не можешь выехать, во-первых, потому что штрафуют, я тут недавно чуть не покаталась на 500 шекелей, вот, и плюс там иногда бывает огорожено, что ты просто физически туда не въедешь, ты можешь стоять в этой пробке, и дышать вот это, и вот то, что из-под автобуса вот это идет, вот от выхлопной трубы, и поэтому здесь очень тяжело в этом смысле, грязно, шумно, пробки, дорого, кстати, в Наре, в общем, все дешево. Что конкретно? Ну, не конкретно, просто продукты. Продукты, там дешевые, очень дешевые. Чувствуется, да? это прям чувствуется, вот разница прям, вот я чувствую ее. Ну, и все на этом, плюсы на Наре заканчиваются, да, все-таки, ну, нет, но отсюда уехать, у меня нет такой опции, у меня, если есть удаленный доход, то он приносит очень маленькие деньги, на них жить мы не можем, поэтому, мы никуда отсюда не поедем, я буду здесь жить, но я утомлена от Эля-Вио, я бы лучше жила в Наре, там достаточно все безмятежно, беззаботно, в отличие от Эля-Вио, потому что здесь шум, гам, здесь, ну, как в Москве, вот здесь это мегаполис, здесь все динамично, здесь вот все вот такое, здесь какой-то движ постоянный, но здесь и больше как бы, ну, какого-то прессинга на психику, что ли, то есть, а в Наре, там все на расслабоне, там все ходят в тапках, особо так вот, в каких-то кофточках, из такого нет, иногда даже не очень свежих, кофточках, не, что, а то жители Наре сейчас обидятся, скажут, что ты несешь вообще, найдут тебя в Армагане, да, вот, нет, слушай, здесь, когда мы приехали в Тель-Авив, ну, на дизингов, например, да, здесь люди по-другому одеваются, здесь очень большая разница между там, как одеваются в Нари, как одеваются в Тель-Авиве, ну, это молодежный город, здесь постоянно тусовки, кафешки, вот, это разница очень большая, я говорю, и вот, когда ты приезжаешь в какие-то такие города, ты понимаешь, что я в Израиле, и ты отчасти, ну, вот этот термин, что такое израильский менталитет, я до сих пор не очень понимаю, о чем речь, да, может, потому что я, ну, не общалась с евретоязычными, потому что я языка не знаю, у меня, конечно, есть там клиенты, половина уже евретоязычных, но пока я не вижу какого-то особенного израильского менталитета, который бы, как бы я понимала, что между нами ментальная пропасть, пока ментальной пропасти я не увидела, между собой и вот ними, да, хотя, еще раз говорю, я очень мало общаюсь, но в Тель-Авиве ты уже немножко понимаешь, вот, некоторые вещи, здесь вот еще тоже очень, когда, ну, там, собирались в Израиле, или некоторые, когда приезжают с мыслями, что здесь каких-то вещей нету, да, там, ну, например, каких-то, как будто бы длятского поведения людей, там, да, каких-то хулиганств откровенных, каких-то эксцессов криминальных, все здесь есть, вот оно здесь, если правильно искать, мне тоже правильно искать, ну, да, кстати, пойти, там, в город Пятак-Тихва, там, магазин Изабелла, вечерний час, за острыми ощущениями, да, слушай, ну, опять же, не израильтяне, израильтяне, конечно, конечно, мы из деревни привыкли видеть лучшее, люди, мы не верим, не верим, не, ну, реально, это израильтяне, они могут так же, некрасивые вещи делать, это, ну, я говорю, люди, везде люди, не надо питать иллюзии, что в какой-то стране, там, какие-то другие особенные люди, специально выведенные, красивые, культурные, воспитанные, нет, здесь есть тоже невоспитанные люди, здесь есть тоже, они могут с тобой, говори, что здесь не дерутся, нет, дерутся, вот дерутся, там, поверьте тренеру по боксу, дерутся мне, там, ну, условно говоря, это я сама, меня при этом не было, да, мне рассказывала эта знакомая, которая здесь живет достаточно много лет, я склонна ей верить, и когда я сказала, вот, у вас же там не дерутся, она так смеялась и говорила, ну, как не дерутся, вот если, недавно я видела дерущихся женщин на парковке, вот просто они не поделили парковку, и они подрались, вот форменным образом подрались, я это к всему, к чему горожу, к тому, что очень много иллюзий, что здесь и не дерутся, и там все тебе дорога уступают, никто тебе ничего не уступает, какашки собак пахнут парфюмом, парфюмом, и что их тут все собирают, кто-то собирает, а кто-то не очень, а кто-то начинает собирать после того, как штрафуют, и по дорогам здесь ездят все как попало, ну, то здесь все, вот все, обычная жизнь, да, здесь обычная жизнь, как во всем этом мире, все так же, и криминал здесь есть, и все здесь есть, и какие-то там, нехорошие истории с чиновниками, это тоже здесь все есть, я говорю, очень много людей приехали с этими иллюзиями, они даже уехали не от войны, а от того, что, разбились, да, эти иллюзии разбились, есть нечего жить, они не понимают, как им жить, вот эта история о том, что это земля обетованная, и что нам здесь все дадут, вам никто ничего не даст, вы никому здесь реально не нужны, и от того, что это родина предков, или там что-то такое в этом духе, это вам никак не поможет, потому что вам надо снимать очень дорогие квартиры, покупать очень дорогие продукты, и платить очень большие налоги, и еще плюс всякие разные страховки, там, битуах, леуми, и так далее, и так далее, от того, что это земля предков, от того, что вот эти все, вот это вот романтический флер, это никак вам... Не скостит. Да, вам никак это не скостит, и поэтому у людей, вот эти происходят крушения и иллюзии, они очень фрустрированные, очень разочарованные, они уезжают, уезжают, очень такое, даже некоторые с обидами на Израиль уезжают, и от этого, в общем-то, все вот эти пассажи пламенные, что вот Израиль и то, Израиль и сё, и вот эти вот обличения от того, что, ну, вероятно, очень много обид, потому что, говорили, что будет так, а получилось вот так. Вот, и поэтому главное, когда вы репатриируетесь, наверное, не питать каких-то иллюзий, что это такая же страна, как и все, и здесь надо работать, и ты здесь нунейм, здесь надо учить язык, и здесь надо всё начинать абсолютно с нуля. и вы это чётко должны понимать. в принципе, у меня это понимание, наверное, и было в тот момент, когда мы сели в самолёт. Мы понимали, что всё это, ну, просто, в принципе, с вами не будет. После разговора с тобой складывается хорошее, интересное, реалистичное понимание Израиля. Это ещё половину не рассказали. Ну, подожди. Это маленькая. Подожди, вот дай людям опомниться, они это посмотрят. Ты ничего такого не рассказала, я говорю, там, можно ещё больше. Да, не, на самом деле, это везде. И те, кто уезжал, могут что рассказать, и это. Вот, но на самом деле, интересно, хороший у тебя посыл, мне понравился, и мы с тобой обсудили по поводу, как сказать, идти к своей цели, да, но не вот, вот им, разуматичном, знаешь, обетованной земле, там, и всего остального, а именно в хорошем смысле, в хорошем понимании. Во-первых, это будет потом лучше, вот, во-вторых, действительно, если ты с неё свернёшь, ты можешь потом эту дорогу обратно не найти, вот, и не вернуться в эту профессию, но и опять же, ты дала небольшой, но так нужный нам, когда вот, допустим, в феврале нечего жрать, вот этот вот маленький, толик какого-то чуда, когда ты уходишь, когда ты больная, а тебе вдруг приходит смс, которая меняет в корне твоё, по сути, да. Это всегда тоже важно, и мы разговариваем с людьми, это не только с Израилем связано, всегда так, то есть всегда, вот, если есть какой-то вот этот, как это дно, знаешь, когда с него оттуда стучаться, всегда происходит, приходит эта смс, поэтому я лично желаю нашим зрителям, чтобы они это смс всегда получили, вот, тебе спасибо большое. Давай ещё от себя добавлю, а то у зрителей может случиться, сложиться такое впечатление, что я здесь в Израиле живу исключительно, ну, как, что, как будто мне больше негде жить, и что вот... Ты тот человек, который в фейсбуке срез. Нет, я не к этому, а к тому, что я здесь живу от безысходности, просто, ну, то есть я живу здесь не от безысходности, поехать всегда есть куда, да, понятно, что вопрос денег, но всё-таки, если бы хотелось, они бы нашлись, ну, как ты говоришь, вот смс-ка, так и нашлись бы деньги. Даже можно три смены отпахать на билет, правильно? Да, то есть, как бы это не было бы проблемой, на самом деле, ну, не нравится Израиль, и вот на данный момент, пока, я не знаю, как там будет потом, дальше, потому что все мы меняемся, как бы, ну, мои взгляды за жизнь менялись очень много, часто, зачастую на 180 градусов, но на данный момент времени, невзирая на то, что я перечислила здесь, и перечислила, и не перечислила, какие-то минусы, ну, в целом, я люблю Израиль, я здесь живу, потому что я люблю эту страну, я считаю эту страну своей страной, поэтому, вот так, чтобы не возникало иллюзий, что вот я тут, как бы, живу, просто потому что не знаю, куда мне поехать, нет, я, поехать есть куда, но я говорю, я живу, потому что, ну, как я уже сказала, я считаю эту страну своей. Поэтому спасибо тебе большое, вот, за время, за то, что мы оказались в Тель-Авиве, о том, что ты нам рассказала и поделилась, не скрывая каких-то своих внутренних, это не рассказывая, как ты прекрасно здесь на сто процентов живешь, и в то же время рассказал, и что хорошего здесь, это тоже важно, потому что мы все ездим, там, хайфа, там, аждот, вот мы бы и в шкелоне были, порталив, мы что-то особо пока ни с кем, ну, экскурсию делали, а вот как жить здесь, пока не разговаривали, обычному, простому, рядовому тренеру по боксу. Поэтому мы тебя благодарим, надеемся, что, что бы, как бы не сложилось дальше, я имею в виду, куда-то ты поедешь, все дальше, может быть, мы еще встретимся через, через год или через два, и ты нам расскажешь еще какую-нибудь удивительную, интересную метаморфозу в твоей жизни, вот, поэтому давай, дерзай, вперед, вот, а мы будем следить, и тренируйтесь, боксом, я не знаю, там, занимайтесь, ну, пусть они тренируются, пусть они тренируются, и вообще, у меня что-то камера, мы вообще-то блоки, вот, Виктория до сих пор спрашивает, куда я смотрю, я надеюсь, она не просто со мной встретилась, пообщаться, она знает, что я ее снимал, все, короче, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте, и будьте счастливы, всем пока!